книга открытым оком вопрос 1475 5 том тема царь до революции 1917 года проповедники не подвергались гонения в каком году у вас перестали гнать отвечает игнатий тихонович лапкин проповедь от проповеди разница когда просто говорить о общих нравственных упущениях недостатках о том что нужно жить нравственно помогать творить милостыню то такая проповедь угодно и нашим и вашим за нее никто не гнал никогда но когда пророки говорили об отступлении от истины самих пророков священников правителей вот тут то их и настигала карающая рука иродово закона вторая книга парали поминал 25 глава 16 стих когда он говорил ему царь отвечал разве советникам царским поставили тебя перестань чтобы не убили тебя и и перестал пророк сказал знаю что решил бог погубить тебя потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего пророк исайя 30 глава 10 стих которые провидящим говорят перестаньте провидеть и пророком не пророчествуйте нам правды говорите нам лестно и предсказывайте приятное дальше гнать тихонич продолжает можно говорить и правильно но от этих слов никому не холодно не жарко и она златоуста постоянно упрекали богачи которых он доставал своими обличительными проповедями доколе он будет обижать их называя их зверями и жестокосердными он же отвечал до коли вы не перестанете обижать бедных до тех пор и и я не перестану говорить вам спасительное для вас упрекать вас за жадность пророка языки 45 глава 9 стих так говорит господь бог довольно вам князья израилевы отложите обиды и угнетения и творите суд и правду перестаньте вытеснять народ мой из владения его говорит господь бог истинных проповедников гнали всегда и будут гнать всегда значит гнали таких и до революции вспомните авеля российского протопопа вакуума штунду власть была озабочена тем чтобы никто не обличал ее и это ее погубило всю полностью обличение этой власти пришли пришло вдруг по всем направлениям без права оправдания и получился гулаг и от российские после революционные я за того советовал если хочешь стать мучеником иди обличить ирана что до меня то гонение было и есть и будет только в разных формах думаю что мое еще не кончилось если осили еще несколько лет то и они будут наполнены гонением через печать телевидение через нападки от московской патриархии и от своих самых близких не переборщимся все это во благо и нужно воспринимать это внутри себя по облегченному режиму мне еще не трудно а вот тем то они много больше моего несут мне легко я перенесу с богом моим второе послание тимофею 3 глава 12 стих да и все желающие жить благочестиво во христе иисусе будут гонимы евангелие от иоанна 15 глава 20 стих помните слово которое я сказал вам раб не больше господина своего если меня гнали будут гнать и вас если мое слово соблюдали будут соблюдать и ваши